Всем привет! Давно обещала вам снять видео о своих кремах на основе ламеллярной эмульсии. На эту тему мы с вами говорим очень много. В последнее время я выпустила серию постов о том, что такое ламеллярная эмульсия, как ее распознать в составе, что в ней хорошего, такого, прекрасного, и где ее можно встретить. Сегодня я бы хотела подвести такую финальную черту, рассказать свое итоговое мнение о кремах, которые я попробовала. Их 5 штук за все 2 года, которые я использую в принципе косметику и корейскую косметику. Расскажу вкратце, что у них есть в составе, помимо ламеллярки, такого интересного и прекрасного. Покажу текстуры, расскажу ощущения. Если обобщать, то крема на основе ламеллярной эмульсии для меня хороши тем, что первое, они прекрасно усаживаются на кожу. То есть, если в баночке вам кажется, что крем похож на масло, или там на какой-то баттер, то есть он кажется вам очень плотным, это обман зрения. Поверьте мне, они все усаживаются просто идеально, при этом не оставляя такого, знаете, кремового блеска. То есть, если вы не фанат того, чтобы крем было видно на лице, то это ваши варианты. То есть, я в принципе не противнюю глоу, да, но и, скажем так, не откажусь, если кремушка на лице не будет видно. Это первое. Второе. Они прекрасно увлажняют, то есть они отлично держат влагу в коже. В течение дня нет желания брызгаться мистом, даже если вы, как я, работаете в помещении, где сильное отопление. То есть, мне хватает его вот с утра до вечера, и я абсолютно практически перестала пользоваться мистами. А в них нет необходимости, потому что крем выполняет просто на 300% свою функцию. И третий момент, что меня в них привлекает. Я могу сказать, что это базовые кремы, в плане, что вы можете закрыть ими любой актив. Витамин С, кислоты, ретинол, все, что вашей душе угодно, они абсолютно не будут конфликтовать. Ну, давайте, наверное, перейдем к практике. Первый крем, о котором бы мне хотелось рассказать, это бренд C.U.Skin. Я думаю, что вы слышали от меня уже просто 100-500 раз про этот крем. Я рассказываю о нем практически ежедневно. Это мой любимый крем. Если попросту ставить один, я ставлю его. Потому что, первое, обалденный аромат жасмина. Если вы не любите жасмин, то вы вряд ли разделите мою любовь к этому крему. Но, еще раз повторюсь, он обалденный. Тонкий, очень натуральный, естественный. То есть, у меня дома есть жасмин, и, поверьте, у него пахнет абсолютно так же. Здесь, помимо ламилярной эмульсии, есть еще алиосомы. Это особая система доставки, которая доставляет активы глубже и бережнее. Напомню, что ламилярная эмульсия сама по себе достаточно хорошо проводит активы. Дальше здесь есть витамин У, аминокислоты, фитоэстрогены. Если уточнять это соя, не нужно бояться фитоэстрогенов. Это не гормоны, девочки. Это растительные вещества. Причем, они зайдут как коже возрастной, так и коже проблемной. Об этом я писала в теме акне, в теме антиэйдж. Поэтому, если вам интересно, перечитайте. Помните, что если вы молодая девочка, 25 лет, и у вас есть проблемы с высыпаниями, то обращайте внимание на такие компоненты, как соя, ямс. Это как раз-таки относится к фитоэстрогенам. Поверьте мне, это хорошая штучка для вашей кожи. Дальше здесь есть ферментированные экстракты, пробиотики, большое количество растительных экстрактов. Теперь давайте перейдем к текстуре. У меня тут покрасился кремушек. Видимо, мой ребеночек залез сюда. Сорян. Итак, покажу вам текстуру крема. Кажется, еще раз повторюсь, на первый взгляд достаточно плотным, но впитывается абсолютно полностью. При счете, что это уже 150-й дубль, и на моей руке крема больше, чем, мне кажется, где бы то ни было. Но усаживается просто прекрасно. То есть, никакого жирного блеска, никакой мысленистости. Прошу прощения за мои белоснежно-белые руки с венами. Это такая вот особенность кожи. Вот. Сел прекрасно, ведет себя отлично. И в течение дня абсолютно кожа не жирнится. То есть, Т-зона у меня всегда под контролем. Едем дальше. И следующий крем, не менее популярный в моем блоге, это крем от Лагом. У меня версия Майлд. Я попробовала все три варианта и остановилась именно на этом. Это моя вторая баночка. И прекрасно тоже себя ведет. А здесь, помимо ламиллярной эмульсии, есть запатентованный комплекс, который активизирует аквапариновые каналы. Об этом я также написала пост. Поэтому, если эта тема вам интересна, обязательно почитайте. Здесь также есть в составе бета-глюкан, который, а, хорошо увлажняет, б, является пробиотиком, пребиотиком, прошу прощения, едой для наших прекрасных бактерий. Хороших бактерий, скажем так, которые составляют наш микробиом, нашу защиту кожи. Так. Наносится также очень хорошо. Полностью впитывается. Никакой пленки. Никакого масляного финиша. В течение дня также прекрасно увлажняет кожу. Да, то есть здесь нету каких-то там прям вот супер-мега-активов. То есть его задача это хорошо увлажнить кожу и препятствовать транспитермальной потере влаги. Плюс восстановление защитного барьера. То есть все то, что по факту и нужно нам от крема. Третий продукт на основе ламиллярной эмульсии, о котором мне бы хотелось вам рассказать. Это новый для меня бренд Pycology. У них в линейке всего 5 продуктов. А у меня также есть сыворотка, я обязательно о ней расскажу. Крем прекрасен. Я считаю, что его цена абсолютно оправдана. Первое, что хочется отметить. Здесь большое содержание экстракта водорослей, которые помимо антиоксидантного эффекта очень хорошо увлажняют кожу и осветляют. То есть тройное действие. Здесь, напомню, очень высокая концентрация, имейте это в виду. Дальше есть фитосквалан, экстракты различные, растительные церамиды и бета-глюкан. То есть крем действительно очень хорошо увлажняет, может слегка выровнять тон. То есть не нужно ждать, что он прям вам отбелит кожу. Нет, он именно выравнивает тон, делает его более однородным. И также прекрасно восстанавливает защитный барьер, как и в принципе все здесь представлены. Но здесь у него состав в этом плане чуть более насыщенный. И текстура тоже чуть-чуть поплотнее, но также хорошо усаживается. Плюс здесь есть именно церамиды, которые тоже очень хорошо, как мы помним, влияют на защитный барьер. На его восстановление. Так, впитывается он также хорошо. То есть он может показаться чуть более плотным, чем все здесь присутствующие. Но ему нужно примерно на 3-5 минут подольше. Но он также усядется и также будет хорошо себя вести на коже, абсолютно ее не утяжеляя. Никакого масляного блеска, никакого глоу финиша. Да, то есть просто красивая, здоровая, хорошая кожа. Ну и напоследок у нас осталось с вами 2 крема. Это 2 братца, скажем так. У большого такого бренда от Апалл есть дочерний. Называется он Real Bearer. Оба крема достаточно известны. Они достаточно бюджетные. То есть если вы посмотрите сайт Joels, то очень часто они встречаются по акциям. То есть их можно купить в районе 16-20 долларов. Я считаю, что это очень бюджетно. При учете, что составы у них также классные. У Real Bearer в составе есть мадокососиты церамиды. У Атапалл есть также церамиды, масла, различные экстракты и бета-глюкан. По текстурам. Давайте посмотрим по текстурам. Real Bearer чуть поплотнее. Что-то я много прям так взяла. Real Bearer чуть поплотнее. Но также хорошо усаживается на кожу. Мне кажется, что по плотности, по текстуре они с Пайк Олджи очень похожи. Им нужно чуть больше времени, чтобы усесться на коже. Пока он впитывается, мы с вами посмотрим, как будет себя вести крем от Атапалл. Да, то есть тоже они все такие кремушки-кремушки прям. Прям кремушки-кремушки. Да, все-таки Атапалл он чуть легче. Но я еще раз повторю, что это, знаете, такой плюс-минус. Я обладатель комбинированной кожи, склонный к забиванию пор. А я напомню, что ламилярные эмульсии не комедогенят. То есть у них нет такого свойства. Вот прекрасно сидят на коже. Как вы видите, они все плюс-минус одинаково выглядят на коже. Абсолютно никакого жирного блеска. Просто красивая кожа. В этом просто, я не знаю, им нет равных. Они и комфортные, и универсальные, и полезные. То есть, знаете, все в одно. Все 33 удовольствия. Итак, подводя итог, что хочется сказать. Ламилярные эмульсии захватили мое сердце. Это на 100%. То есть те кремы, которые, скажем так, я пробовала раньше, иногда чего-то не хватало. Иногда хотелось в течение дня подбрызгать немножечко миста. Можно было неправильно их как-то сочетать с активом. То есть и там состав активный, и здесь активный. Не всегда заявленное действие оказывалось таким же на практике. То есть вроде и церамида есть в составе, и то, и сё. Но как-то вот не двигалось дело с мертвой точки. Кому нужны ламилярные эмульсии? Я искренне считаю, что они нужны всем. Особенно кожа с нарушенным защитным барьером. Особенно кожа с акне. Кожа возрастная. То есть, как вы понимаете, любая кожа по достоинству их оценит. В крем на основе ламилярной эмульсии можно добавить еще что-то, как, например, Сиюскин. И это станет не просто крем, который хорошо увлажняет и восстанавливает защитный барьер, как большинство из этих. Но он еще будет работать и с возрастными изменениями, и сможет поработать с воспалениями. Поэтому читайте состав, смотрите сайт производителя. Я понимаю, что очень часто многие не знают английский язык, либо сайты есть только на корейском. Переводите. Если вдруг вы сомневаетесь, обращайтесь. Я вам всегда помогу с этим моментом. Если нужно, переведу. Просто знайте, что такие кремы есть, и за ними будущее. И я сторонник того, чтобы перейти на них как можно раньше, чтобы как можно дольше получать от них бонусы. В общем, это все, что я хотела вам сказать по поводу ламилярных эмульсий. Это все, что я хотела вам сказать по поводу данных кремов. На какие-то из них есть посты, на какие-то из них будут. Обязательно с подробным описанием состава, активов, которые там работают. И еще раз я постараюсь резюмировать свои ощущения по поводу того или иного продукта. Но если у вас остались сегодня вопросы по теме ламилярных эмульсий, в принципе, по любым темам, связанных с кремами, обязательно задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Ну что, наверное, на этом все. Всем спасибо, всем пока-пока!